Специалисты Российской Национальной Библиотеки рассказали журналистам о секретах сохранения и реставрации по-настоящему уникальных экспонатов. Здесь находятся, например, такие издания, как «Пергаментные Евангелия на сербском языке» и «Древнерусские часа слов конца XIV века». Татьяна Самсонова прикоснулась к истории. В арсенале этих мастеров десятки специальных приборов. С их помощью они могут реставрировать даже двухмиллиметровый фрагмент. Работа долгая и кропотливая. Восстановление одного издания может занять от месяца до нескольких лет. Вот это вот автограф Мусорского 1879 года. Написано все его рукой, вот его подпись. Прикасаться к этому уже очень приятно и необычно. При склеивании же порванных страниц нужно не прогадать ни с цветом, ни с фактурой бумаги. Она должна быть идентична оригиналу. Впрочем, реанимируют книги не только вручную, но и на специальных станках. Прежде чем поступить в реставрационный отдел, каждое издание проходит через микробиологическую лабораторию, где специалисты тщательно исследуют фолиант и выявляют, есть ли на страницах опасные микроорганизмы. Задача сотрудников нашей лаборатории, прежде всего, защитить документ от дальнейшей биодеструкции, если обнаружится значительное количество микроорганизмов в активной их фазе жизнедеятельности. Но ни в коем мере не стоит задача полностью дезинфицировать документ. В центре не только реставрируют книги, но и создают все условия для их сохранности. Например, эта машина предназначена для обеспыливания изданий. Раньше каждую книгу приходилось вытирать вручную, но это требовалось немало времени и сил. Сейчас же этот процесс занимает буквально секунды. Центру реставрации в этом году исполняется 20 лет. Здесь работают реставраторы, биологи, химики, переплетчики. Через их руки проходят издания со всех уголков страны. Это уникальный центр, он единственный такой не только в стране, но и в мире, потому что здесь собраны различные направления, которые, может быть, в отдельных странах. Есть отдельный центр реставрации, есть отдельная научно-исследовательская лаборатория, а у нас все собрано в едином, причем при биле айтеки. После реставрации издание должно находиться в особом микроклимате. Важно все – влажность, освещение, температура и даже расстояние между полками. Только при таком бережном отношении, говорят специалисты, издания могут обрести вторую жизнь.